Ребята, всем привет! С вами Крошка Настя. Короче, это видео у меня про качка инвентаря подписчицы. И вот эта вот девочка выиграла в конкурсе в моем телеграм-канале. Поэтому прямо сейчас я буду прокачивать ей инвентарь. Кстати, она сказала то, что хочет получить клубничного бета в обмен на своих питомцев. Думаю, я смогу это сделать. Стартпэтс вернулись! Теперь вы снова можете покупать, продавать и обменивать своих питомцев на лучшем маркетплейсе по роблоксу. А также для всех моих новых подписчиков они раздают бесплатных петов. Переходите в раздел Колесо Фортуны, вводите мой промокод, который действует до конца ноября и получайте бесплатного питомца. Заходите на старпэтс.gg, а также на их социальные сети по моим ссылкам в закрепленном комментарии. А перед началом этого видео я хотела сказать то, что в моем телеграм-канале прямо сейчас проходит оценка новогодних домов в Adopt.me. Призовые места получат робуксы. Переходи в мой телеграм-канал, чтобы узнать все подробности. В первом трейде она мне отдает вот таких вот питомцев. Здесь у нас есть три райдовских, а точнее два райдовских и один флаевский. Следующий трейдик. Вот столько всяких питомчиков. Еще один трейдик. Ну и самый последний трейд. Тут уже комоночки. Ну что ж, сейчас я посчитаю сколько питомцев у моей подписчицы. Вот столько их всяких разных. Я уже посчитала у нее 60 питомцев без зелий. Это означает то, что я смогу получить за них 6 райд питомцев или же 6 легендарчик без зелий. Прямо сейчас я передам это все на свой второй аккаунт, потому что именно с него буду снимать прокачку. Все, все питомцы мои подпишутся уже у меня на втором аккаунте. И прямо сейчас я буду трейдиться на всяких райдовских питомцев или же на легендарок без зелий. Походу я сейчас затрейджусь на вот такого вот необычного питомца. И да, ребят, реально получилось. Хоть это и комонка, но она неоновая и новая. Возможно, я смогу за нее получить что-то интересное. Да, и кстати, я еще успела затрейдиться на стрекозу. И потом эта девочка мне отдала 3 моих питомца. Ну что ж, мне повезло. Я получила лего за 7 пэтов. Сегодня у меня какие-то необычные трейды. Посмотрите, мега неон собака. И мне реально согласились, обалдеть. Мне кажется, я за нее смогу получить что-то интересное. Конечно, это комонка и собака не очень цельная, но все же. Ребята, срочное включение. У меня сейчас совершился трейд, которого я вообще не ожидала. Я до последнего думала, что девочка отклонит. Посмотрите, 2 райд питомца в обмен на 10 обычных. Что? Еще один райд питомец отправляется в инвентарь моей подписчицы. Еще один райд питомец, и мне добавили вот такое толдовское яйцо. Возможно, я за него что-то смогу получить. На сервере меня узнала подписчица. Если честно, не ожидала, то что меня узнают со второго аккаунта. Но вот так вот получилось. Сейчас я хочу попробовать потрейдить мега неоновую собаку. Еще у меня есть вот такой вот цыпленок. Я его потрейжу отдельно, так как он неплохо так ценится. Он не ценится не как обычная комонка. Ребята, посмотрите, какой трейд. Я затрейдила мега неоновую собаку на родделье. Что? Человек реально переплатил. Судя по всему, этому человеку очень нужен был мой питомец. Потому что посмотрите, сколько пэта мне дают. Я в шоке. Это просто за комоновского пэта. Всех этих питомцев без зелий я затрейдила на вот такую вот легендарочку. Ура! Ну что ж, вот так вот выглядит инвентарь моей подписчицы. Вот эти верхние флорец легендарки. Это, если что, не ее. Это мои питомцы. И сейчас я буду пробовать затрейдить это все на мечту моей подписчицы. Да, ребята, вам не показалось. Я сейчас обмениваю своего райд питомца на обычных пэтов. Сейчас объясню. Короче, я пробовала затрейдить всех пэтов подписчицы на бета, хотя бы без зелий. Но мне все, абсолютно все отклоняли. И я поняла то, что я все-таки мало даю. Поэтому я решила обменять всех райд питомцев на обычных пэтов. А этих обычных пэтов затрейдить на легендарки без зелий. Да, конечно, я вернулась с самого начала, можно сказать. Но так уж получилось. Короче, и поначалу я затрейдила вот этого райд пэта на вот такую вот легендарочку. Потом затрейдила белугу еще на одну легендарочку. Потом ред панду на еще одну легендарочку. И затрейдила пэтом на еще одну такую лего. Потом ее обменяла на золотого дракона. Потом еще одну на золотого грифона. Потом золотого дракончика на золотого грифона. Мне добавили еще пэтов. Ну и собственно вот этих вот трейд питомцев я пообменивал на обычных пэтов. Тут кстати еще неоновый муравей, это прикольно. Вот еще такие питомцы. Ну и самый последний трейд вы уже видели. Тут кстати кракет яйцо, я возможно его вылуплю. Ну что ж, пойду теперь трейдить всех этих пэтов на легендарки без зелий. Ну и тогда у меня уже точно появится больше шансов затрейдиться на мечту моей подписчицы. Ну что ж, давайте покажу вам трейдики. У меня все-таки удалось затрейдиться на всякие легендарки без зелий. Вот первый трейд, вот второй, ну и третий, вот еще одна такая легендарка. Ну что ж, теперь мой инвентарь прокачался чуть получше, но у меня есть три повторки. Их мне срочно нужно обменять, потому что много повторок это плохо. Короче, покажу вам сейчас трейдики. Я обменяла козлика на вот такую вот птичку легендарную, потом обменял грифона на золотого дракона, а еще у меня оставался один ред питомец. Посмотрите на что я его обменяла. Думаю это очень классно. Тут целых 15 пэтов, так еще и три яйца, которых я смогу вылупить. Потом затрейдила еще одну повторку на химеру, потом затрейдила золотого дракончика на еще одного вот такого вот пэта. Ну и этого пэта, и еще добавила неонового муравья, меняла на единорога. Это достаточно прикольно, потому что единорог хорошая легендарка. Ну а сейчас я буду вылуплять три вот этих вот яйца. Я, кстати, их пробовала потрейдить, мне особо ничего не давали, поэтому я решила все-таки их вылупить. Из первого мне выпала камоновская муха, ну ладно. Из второго мне выпал вот такой вот леопард, он редкий. Ну и снова еще одна камоночка. Ну ладно, теперь у меня есть 18 питомцев, и их я прямо сейчас обняю еще на какие-то две легендарки без зелий. Наконец-таки я смогла это сделать, ребят! Я добилась результата, которого очень хотела. У меня 11 легендарок без зелий. Так, ну что ж, поначалу я затрейдила обычных питомцев на вот такую вот легендарку, я немножко обалдела, потому что она достаточно хорошая. Потом еще затрейдила питомцев на стрекозу, ну это такой себе, стрекоза не очень такая легендарка, но мне главное было уже хоть что-то затрейдить. И потом затрейдила эту стрекозу на козлика, этого козлика обменял на горгулю. Ну и теперь у меня 11 спетов, легендарщик, они все неповторные, еще есть роделька. Ребят, чтобы вы понимали, это самый первый трейд, мне предлагают флоры от клубничного бета, я естественно соглашаюсь. Возможно я конечно переплатила, но мне главное было добиться мечты моей подписчицы. И наконец-таки я смогла это сделать, я очень рада. Давайте поскорее дадим этого питомца ей. Ну что ж, я ей отдаю клубничного бета, давайте посмотрим на ее реакцию. Походу она очень рада. Ну что ж, я рада, что смогла исполнить мечту еще одной моей подписчицы. А если вы хотите тоже поучаствовать в прокачке инвентаря, обязательно заходите в мой телеграм-канал. Ведь именно там я устраиваю конкурсы на участие в таких видео. А еще там частенько проходят конкурсы на райд питомцев и на робуксы, так что советую зайти. Да, и снова еще напомню про оценку домов. Она у меня проходит тоже именно в телеграм-канале. Ну а ну ребят, вот такое видео получилось. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк и не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока-пока, ждите новых видосиков.